Культурный подкаст Короленко. Онэйр. Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте! Сегодня у микрофона Виктор Балашов с рубрикой «Путешествие по выставочным залам». И мы отправляемся в Музей русского импрессионизма на удивительную выставку Сергея Виноградова, которая называется «Нарисованная жизнь». Европеец с ног до головы, не только в его внешности, но и во всей сущности, начиная от взглядов на искусство и кончая тем, что и как он писал. Вот так отзывались о художнике Сергея Виноградове друзья и знакомые. А между тем, родился он в селе Большие Соли Костромской губернии в семье священника. Но сумел получить блестящее академическое образование. Сначала в Московском училище живописи, вояния и зодчества, а потом и в Петербургской академии художеств. Несколько лет и сам преподавал в Строгановском училище. Интеллигент и первоклассный знаток живописи Сергей Виноградов много выставлялся, путешествовал по Европе, был знаком с известными мастерами и даже приписывал себе честь открытия поля Сезана. Ученик Василия Поленова и поклонник Исаака Левитана, он принял активнейшее участие в создании Союза русских художников. Игорь Грабарь писал о незурядных организаторских качествах Виноградова. Польза от него очень большая. Разбирается, кто ерундит, но талантлив, кто фальшив. После революции Сергей Виноградов занялся организацией выставки русского искусства за океаном. В 1923 году он вместе с коллегами Константином Сомовым и Игорем Грабарем уехал на монтаж экспозиции. Выставка открылась год спустя в Нью-Йорке и проехала по нескольким городам США и Канады. А Сергей Виноградов в послереволюционную Россию больше не вернулся. Обосновался в Риге, открыл там собственную художественную школу. Он писал и преподавал еще 12 лет, вплоть до конца жизни. И вошел в историю как талантливый художник с очень ровной и благополучной судьбой. На выставке представлено 60 работ со всей России. Кроме того, впервые за долгое время зрители могут увидеть произведения из стран Прибалтики. До сих пор творчество Сергея Виноградова не было представлено настолько полно. На выставке живописные работы мастера дополнены его воспоминаниями и ранее не публиковавшимися фотографиями. Подчеркнуты легкие и радостные сюжеты картин Сергея Виноградова идут вразрез с драматическими событиями 1-3 XX века. Будто бы художник рисует другую жизнь, отчасти выдуманную, желанную, отчасти реальную. Во времена революции мастер старательно избегает любого намека на меняющиеся обстоятельства. Он поэтизирует быт и смотрит на все со стороны. Пейзажи полны красок, московские улочки освещены солнцем, яркие и чистые цвета скрывают приметы бедности окружающего мира. Выставка картин Сергея Виноградова продлится до 31 марта. Непременно посетите ее. Хорошее настроение и ощущение радости вам обеспечено. И да, напомню адрес музея русского импрессионизма. Город Москва, Ленинградский проспект, дом 15, строение 11. Музей находится на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик». На сегодня все. С вами был Виктор Балашов. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok